привет всем любителям чертежных головоломок и сегодня у нас очередное задание по черчению нам необходимо по наглядному изображению детали выполнить чертеж в трех проекций то есть у нас дана вот такая оригинальная не скажу что сложная деталька и нам необходимо построить ее три проекции и на чертеже нанести размеры ребят размеры наносить я не буду вы это сможете сделать уже без меня сами зачем нам тратить время я покажу вам как будут выглядеть три изображения этой детали и в качестве дополнительного упражнения чтобы так сказать было интересно нам рисовать эту детальку мы нарисуем ее в другой изометрической проекции повернутой на 90 например градусов ну давайте потом возьмем какую-нибудь из вершин этого уголка в качестве начала координат и повернем эту детальку я думаю получится интересная картинка но давайте приступим к первой части задания и как обычно мы начинаем с построения фронтальной проекции то есть когда мы смотрим на деталь с вот этой стороны то есть мы видим ее основание и возвышающиеся над ней такую трапецию с прямоугольным вырезом деталь наша симметричная по вот этой оси соответственно мы можем провести ее о симметрии так нам будет легче что откладывать влево и вправо например расстояние 40 и 20 миллиметров посмотрите в принципе если мы отсюда смотрим то все видимые линии уже нарисованы что у нас отсутствует у нас еще имеется в основании уголка цилиндрическое отверстие которое если смотреть вот этой стороны то мы его не будем видеть но нам нужно указать что она тут имеется что мы делаем мы рисуем как две линии показывающие крайние точки этой окружности штриховыми линиями диаметр окружности 16 миллиметров значит мы откладываем влево и вправо по 8 миллиметров в принципе все наш главный вид детали готов давайте приступаем теперь к проекции в горизонтальной плоскости то есть если мы будем смотреть на деталь сверху то есть будем рисовать вид сверху что мы увидим у нас будет вот такой прямоугольник шириной точнее длиной 80 миллиметров и шириной 50 миллиметров я сразу буду рисовать жирным карандашом чтобы нам потом не тратить время на обводку здесь принципе мы можем 80 не откладывать а уже проводить параллельные линии опуская как бы вспомогательные линии или ведя линейку от главного вида внешний контур уже готов что у нас имеется теперь вот этот выступ его ширина равна чему ширина детали 50 миллиметров и основание 30 значит вот этот кусочек остается 50 минус 30 20 миллиметров что мы будем еще видеть если будем смотреть на детальку сверху конечно нам бросится в глаза наличие вот этого прямоугольного выступа выреза точнее смотрите я ничего не измеряю просто рисую линии и на виде сверху мы будем его вот так вот видеть я не сторонник проводить множество вспомогательных линий почему потому что они очень сильно загрязняют чертеж и потом на готовом изображении нам все равно необходимо будет их удалить потому что они не должны там быть и соответственно они делают чертеж более грязный так что у нас здесь еще имеется у нас имеется еще и отверстие которое при виде сверху будет выглядеть как нормальное отверстие так я беру теперь циркуль и радиусом 8 миллиметров рисую отверстие все на этом в принципе вид сверху у нас готов больше здесь не будет никаких дополнительных линий и теперь мы будем так же давайте строить дальше третий вид профильную проекцию детали то есть если мы будем смотреть на деталь в профиль вот в этом направлении что мы увидим мы можем конечно фантазировать как бы представлять что мы уж и мы можем нарисовать вспомогательную линию из вот этой точки обычно ее строят под углом 45 градусов давайте покажу вам как это делается для чего это делается хотя как я уже и сказал я не сторонник всех этих линий потому что считаю что они загрязняют чертеж в качестве пояснения я вам покажу хотя бы несколько линий посмотрите вот это основание нашего уголка она и будет переходить в основание где нам найти начало вот этой точки то есть эта точка на вот этом виде она совпадает с вот этой точкой вот это как одна точка на виде сверху это две различные точки то есть мы можем провести теперь линии из двух имеющихся проекций и найти на месте их пересечения наши исходные заданные точки уже на профильной проекции смотрите они как бы проецируются лучом до вспомогательной линии отражаются на ней и идут дальше и вот образующиеся полученные две точки будут искомые наши две точки и так можно строить все пункты на профильной проекции получить их без пользования линейки и каких-то измерения размеров но я не буду это делать потому что у нас здесь получится очень много линий которые придется потом удалить и стереть и поэтому я лучше буду делать все по линейке вот видите посмотрите какие расхождения когда не точно рисуешь линии поэтому я предпочитаю измерять все таки линейкой и более точно рисовать чем все вот эти проекционные линии которые все равно будут исходе рисоваться с искажениями и неточностями так что мы еще здесь будем видеть посмотрите вот это ребрышка у нас потому что деталь идет наверху с наклоном соответственно у нас будет иметься здесь серебро вот этот прямоугольный вырез в этом направлении мы не увидим но нам нужно его показать что он там имеется соответственно мы рисуем его как невидимый штриховую линию нам нужно показать так и как обычно нам необходимо показать невидимым отверстие потому что с этой стороны мы его не увидим но мы знаем что оно там есть на расстоянии 15 миллиметров лежит его центр от правой грани то есть мы рисуем его ось и откладываем влево и вправо по 8 миллиметров посмотрите все на этом наше основное задание которое нам задано выполнено наши три проекции детали нарисованы полностью нам осталось их обозначить размеры нанести и в принципе задание готово к сдаче учителю но это вы будете уже делать сами я вам показал принцип построения проекции и в качестве дополнительного задания ради интереса ради развития нашего пространственного воображения сейчас мы будем рисовать изометрическую проекцию детали ну где мы возьмем все таки центр ну давайте скажем так сейчас он лежит вот здесь мы теперь повернем деталь давайте на 90 градусов как нибудь и развернем и возьмем центр вот в этой точке теперь это . а это будет начало отсчета координат я приступаю к построению изометрической проекции вот эта . а откладываю влево и вправо по 30 градусов все теперь мы смотрим наши сторона будет 50 теперь лежать не слева а справа ясно для начала я нарисую лишь ее основание чтобы мне дальше потом исходить и искать точки отсчета так смотрите теперь что мы имеем вот это задняя стенка вот здесь она у нас будет лежать соответственно нам желательно было бы нарисовать ось симметрии этой детали потому что трапеция нам очень трудно найти вот этот угол нарисовать но от середины от оси симметрии мы могли бы влево и вправо откладывать вот эти отрезки может быть они в течение они они ifter Смотрите, так, вот это все будет уже скрыто. Вот мы нашли теперь ее как бы развернутую. Нашли вот эти наклонные боковые стороны трапеции. Ну и теперь у нас остается вопрос. Будет ли видно вот с этой позиции вот этот цилиндрический вырез? Давайте теперь посмотрим. Он лежит посередине детали. Значит, с вот этого угла мы должны отложить 40 миллиметров. Найти как бы середину ее. И теперь 15 миллиметров мы откладываем вглубь. Смотрите, 10-15. Вот это будет точка центра окружности. И если мы посмотрим, то, посмотрите, откладываем, встроим теперь окружность в изометрической проекции. То есть нам нужно построить сюда 8 миллиметров, сюда 8 миллиметров. Вот такой ромбик. И здесь мы откладываем 8 и 8. Нет, в принципе, окружность, этот вырез будет полностью скрыт за вот этим трапециедальным выступом. Соответственно, мы его не увидим. Ну и все. Теперь я стираю основные линии, ось симметрии, которая нам больше не нужна. И приступаю к обводке детали, чтобы показать, как красиво она будет у нас выглядеть после разворота, после задания другого центра начала отчета координат. Хочу обратить ваше внимание, что это не просто так взять детальку, развернуть и перерисовать. Нет, конечно. Посмотрите, мы ее, во-первых, развернули вот так, во-вторых, мы ее еще и в другую сторону подняли, как бы. Понимаете? Поэтому она будет совершенно выглядеть по-другому. Посмотрите, как красиво получилось, выглядит у нас деталька. Конечно, немножко она ее вот этот выступ заслоняет, но там, в принципе, ничего особого, кроме отверстия, и нету. В целом, наше задание выполнено полностью. Надеюсь, вам этот урок понравился. Вы из него что-то выяснили, для себя полезно. А правильно ли мы выполнили это задание, и правильно ли нарисовали изометрическую дополнительную проекцию? Или нас сделали все равно какие-то ошибки? Давайте посмотрим теперь в 3D-программу, на 3D-модель, и сравним с тем, что мы нарисовали. Вот такая вот интересная у нас деталька, нарисованная в 3D-пространстве. Посмотрите ее. Я поворачиваю ее до того положения, в котором она у нас была задана нам по заданию. Посмотрите. Вот такая вот у нас деталь. Называется уголок. Давайте теперь посмотрим, как она будет выглядеть на главном виде. Так. И включим режим, чтобы отображались скрытые линии. Я надеюсь, всем видно, всем заметно. Посмотрите. Основной контур детали мы нарисовали полностью правильно. Он изображен белыми линиями. И вот здесь показаны две немного желтоватые такие линии. Не знаю, видно вам или нет. И они показывают наличие скрытых линий, то есть наличие скрытого цилиндрического выреза. Точно так же, как мы нарисовали. Главный вид у нас нарисован полностью. И полностью правильно. Ну и давайте теперь посмотрим на вид сверху в горизонтальной проекции. И как кто из вас нашел ошибки, которые я сделал? Я ошибку тогда заметил. Не стал ее специально исправлять, а вам задал вопрос. Посмотрите. Конечно же, я не показал вот здесь два ребра, обозначающие верхнее основание нашей трапеции. Я нарисовал два ребра, показывающие вот этот прямоугольный вырез. Но полностью, чисто случайно, забыл обозначить вот эти два ребра. Я надеюсь, все-таки, что вы это все заметили, все подметили. Пишите, если это так, в комментариях. Я буду рад за вас, за вашу внимательность. И давайте теперь посмотрим на вид слева. Посмотрите. Ну и здесь, в принципе, все тоже точно так же. Основной контур нарисован правильно. Наличие вот здесь ребра тоже обосновано, потому что деталь, точнее вот эта грань у нас идет под наклоном к нижнему основанию. Соответственно, образуется ребро. Вот. И опять же, две скрытых линии в основании показывают наличие цилиндрического выреза. И одна линия в верхней части показывает наличие прямоугольного выреза в этой трапеции. Как вам нравится деталь? Мне она нравится. Ну и не буду далеко заходить. Давайте теперь я поверну деталь вот так, как я нарисовал ее в дополнительном нашем задании. Я построил дополнительную изометрическую проекцию. Сравните. Посмотрите. Я правильно сделал, что проверил, будет ли виден наш цилиндрический вырез. Нет. В этой позиции наша трапеция, вот эта верхняя часть, полностью заслоняет его, и оно будет невидимым. И в то же время, вот здесь я показал все ребрышки. Давайте немножко даже разверну. Вот так где-то выглядит наше изображение на бумаге. Что вот эта ребрышка чуть-чуть тоже видно, и оно дальше уходит и скрывается за деталью. Поэтому наше задание выполнено практически, практически, я говорю, потому что я все равно совершил пару мелких ошибок или недочетов. Но в целом задание было хорошее. Чем-то мы потренировались, чему-то новому научились. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь обязательно на канал и дергайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока-пока.